Ритуал Что-то купить из оборудования Давайте посмотрим отрывок, который я для вас приготовил Зарплату я уже 3 месяца жду Не могу никак получить Михаил Маркус вот из Сурения Литвали, говорят, джинсы работал 1400 подачку выпросил После 100 звонков Тебе давали авансы Тебе дали зарплату И ты скулишь, что тебе надо тогда вообще, не пойму Что тебе надо? Нет, я... Осыпать деньгами, что ли, или что? Мне надо с деньгами осыпать Обычно простых работяг Просто выдавайте нам вовремя зарплату Чтоб мы приезжали домой, в семью, к детям, к жене, с деньгами У нас же с вами никакого договора не было Ну и что, а если не было договора, значит, как вы тебе зарплату заплатите? Государство правильное, но у нас непутевые сотрудники, которые бросают работу Сергей Васильевич, кстати, вы, наверное, думали, что я такой дебил Я все записывал, все звонки Так у нас кто работает? Руководители, если мы... У нас руководители, у нас база вся полностью Ты что думаешь, кто работает в охранной охоте, вот эти чопы пооткрывали Это бывшие ФСБшники, ОСБшники Это люди, которые... Ну, которые крышуют полностью все прокуратура под ними Все под ними Ты, наверное, точно с колхоза приехал Ваши телефоны, это так, понимаешь Мы даже можем прослушки делать на ваших телефонах Через сим-карту, через ЧПР Ты что думаешь, ты под защитой? Да ни под какой не защитой, ни ты, ни я, ни кто Верхушка, чухой, смотри, номер сказал телефон, он тебе открыл и все Он тебе знает, где ты сейчас находишься, допустим, и все Кайфануть я тоже решил на самом деле На Сергея Васильевича кайфануть Да, мы скрываемся от налоговой Мы не хотим подписывать договор с человеком, которого мы еще не знаем Ты уже должен радоваться, что мы тебе взяли Пойди устройся на работу в охрану без лицензии Ты не устроишься, я не возьму Поэтому пойдешь таскать асфальт Я ничего противозаконного не совершил Можете посмотреть, есть даже такая статья, что разрешено, что запрещено Ты паскудник Мы с вами, надеюсь, нормальные люди А вы даже не прошли этот историальный срок, потому что вы оказались шарлатаном И я так понимаю, что аферист Можете посмотреть на свои труды Как люди живут благодаря вам Довольно неплохо Ты что думаешь, один ты такой, что ли? У всех у людей долги, кредиты Ты что думаешь, один ты вот такой вот жалкий и несчастный Ты ошибаешься Таких 80% Которые приехали сюда работать У них и кредиты, и долги, и алименты И еще там хуже всего И жить нет, гидбома нет Ни квартиры нет Мы не занимаемся ни зарплатами, ни расчетами Только направляемся на дебют Договор, то есть заключаем По правду аварии А вот через начальник Договор вы снили Ты мне уже, блядь, если честно, Жень, достал Они это, мне в офисе сказали, что вы, ну, вы со мной договор должны заключить как бы Я с тобой ничего не должен заключить Кто тебе в офисе сказал, трубку дай Ну, я сейчас не в офисе, я уехал Ну, будешь в офисе, дай трубку, я тебе сказал Со мной никто не должен договора заключить Нет Ну, а мало ли, а если я, например, зарплату не получу А если тебя убьют по дороге? Нет Ты такой ерунду вот говоришь, непонятно Слушай, не отвлекай меня, Жень, работай и все В чем проблема? Не хочешь работать, езжай домой Остальные подробности будут в видео В этом видео Церковь, церковь, церковь Вот сейчас после моего разговора в церковь, давай, иди Сейчас в Москве много Потому что ты всего боишься Ты уже на протяжении месяца, мы с тобой, от тебя больше всего звонков Потому что ты то ли боишься, то ли ты Ты мне скажи, может быть, действительно, ты лучше пойди, правда, извей душу Чего ты боишься там? Сходи Прочистись или как там, очистись Это мой совет тебе, сходи, сходи Сергей Васильевич, я специально зашел в храм, в церковь Помолиться за вас, за вашу семью Как вы мне говорили, то, что не мешал бы мне зайти в храм и помолиться Ни по каким параметрам ты не можешь мне замечания сделать Во-вторых, я, твой начальник, может, даже бывший, без разницы мне, да, это первое Во-вторых, я старший, тебе, ты никак не делаешь замечания Потому что ты вообще, ну, никто Как ты можешь мне замечания сделать? Ты можешь делать замечания своему сыну А мне ты не можешь делать замечания Авторитеты делают только замечания кому-то, да? Моя мама может мне сделать замечания А ты кто такой, чтобы мне делать замечания? А я вам... Ты же не имеешь права этого делать Понимаешь? Ни по работе, ни по жизни Никак Сергей Васильевич, я вам тоже желаю крепкого здоровья Прежде всего, крепкого такого вот бычьего, нет, наверное, лошадиного здоровья Не хворать Надеюсь, и люди тоже, которые работали у вас, вернее, на вас Тоже вам желают Вам, вашей семье, вашим детям Вашей любимой маме Такого же здоровья крепкого Я же тебе сразу сказал Мы скоро умрем Кто в 80 лет, кто в 70 Зачем ждать? Да он, коронавирус Петлю накинь, петлю накинь и все Зачем ждать эти 80 лет? У тебя такие понятия Уже москве уже болеют И все, освободи себя от всего Коронавирус? Нет, коронавируса Телевизор смотри больше Таких, как ты, не возьмет Такие, как ты, долго живут Они общество нужны такие Как ты А что вам не такого плохого? Блоберса Ты же блоберс, говорю Ну да, любитель Ну вот, такие живут долго Почему? Смотри же телевизор А, в кавычках долго, да, живут? Да, да, да Вы мне сказали, что сейчас вся охрана Это бывшие, все ЧОПы, вернее Это бывшие ПСБшники Которые сейчас крышуют там Пол России, всю Москву Принимают на работу свои ЧОПы То, что телефон у меня прослушивается И у других сотрудников А может быть Вы собираетесь это делать? Я не знаю Я уже не помню точно Надо заново слушать с вами разговор На это видео То, что даже местонахождение Можно легко по GPS По Силь-карте Пробить Да, пожалуйста То, что типа блогеры Долго не живут Вы знаете После выхода этого видео Если со мной Дорогие друзья и подписчики Чего-то происходит Прошу Еще больше сделать Еще более усиленный репост Дать жизнь этому видеоролику Благодаря вашим лайкам Репостам Он выйдет в топы И я думаю Виновные понесут наказание Опять же Надеюсь, что я буду жить Долго и счастливо Пусть не долго Но счастливо Вы сами сказали В вашей конторе денег Куры не клюют Вот Наверное, теперь Ваша копилка пополнилась И моей заработной платой Но я думаю Люди Дорогие мои друзья И подписчики Посмотрев это видео Сделают какие-то выводы И просто к вам не поедут Я вас не заставляю делать Какие-то пожертвования В мой адрес Моего канала Какую-то денежку мне славить Сами смотрите мои видеоролики Раз Пишите комментарии Пусть даже больше плохие Чем хорошие И люди, которые посчитают нужным Да Они задонатят Сейчас повторюсь И сделают пожертвования Привет Мои дорогие друзья И подписчики Мы с вами снова встретились А как вы уже Успели догадаться Это канал Жека Вернее Меня зовут Жека Поэтому так называется Канал На котором мы сейчас Надеюсь Это видео И просматриваете У меня для вас Не очень хорошие новости Может быть Для меня Они не очень хорошие А для кого-то из вас Они окажутся Даже кстати Дело опять пойдет Про вахту Как вы все знаете Я недавно отправился Недавно основан Еще на одну вахту Заработать денег Поправить свое финансовое положение Также Что-то докупить Из оборудования Для съемок На своем канале Ну и естественно Поснимать для вас Немного Куда стоит ехать Куда не стоит И думаю Посмотрев это видео Вы сделаете Какие-то выводы Наверное Не будете делать Таких ошибок Как я При трудоустройстве На работу Вахтовым методом Будете Немножко Понимательнее Думаю Я это видео Не зря снимаю Поскольку Мне тут Сказал один человек Что может быть Это твое последнее видео Он очень не любит Блогеров Но наверное Большинство людей Не любят Блогеров Так же Как и этот человек Который Пожелал мне Здоровья В кавычках Чего я желаю Ему Всем паскудникам Наверное Я это желаю Ты паскудник Мы с вами Надеемся Нормальные люди Не настолько Испорченные Благами Цивилизации Или благами Как правильно Пишите в комментариях Исправляйте меня Друзья Давайте Я наверное Возьму Салфепалку В правую руку Поскольку Я правша А не левша И мне довольно-таки Некомфортно Держать В левой руке Телефон Поскольку я жестикулирую Я привык это делать Правой рукой Поэтому Буду наверное Переучиваться на левую Давайте Ближе к делу Лазил я тут По сайтам Из-за отзыва О той Шарашкиной конторе Или как еще Я обозвать не знаю Шарашкина или нет Пишите в комментариях Поэтому Пишем в комментариях Обязательно Если у вас что-то Если вернее Вас что-то связывало С этой компанией Друзья Так вот Я совершенно случайно Откнулся на одно видео На ютубе Искал я на разных сайтах Сразу скажу В поисковике Отзывы Об этой конторе Позже я Скажу Как она называется Что-то у меня Из головы вылетело Видимо Отчасти Что я оттуда Срулил Шел я ролик Вбил я название Этого чопа Где я работал Ютуб мне выпал Вариантов Из которых Я нашел Именно то Которое искал Летоля Нормально все работал Все Нормально все работал Все Все Нормально все 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 Директор магазина вы гоните, с путь Ступайте в 19-го света Директор магазина вы гоните, с путь Не-не, это сочиняйте на ходу Я? Я всё записывал в в тет lasting order 13 часов на нагархе, я стоял, и запрещали А вы плещали А вы не сапрели 13 часов на нагархе, я стоял и запрещали А вы плещали А вы не з Gold а я имею право сомать а я имею право сомать а я имею право сомать литоль нормально все работало Все. 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 Аргентульс. Как работали? Нормально все работало. Все. Все опять у нас в дир expertise . 13 тысов на нагарке. Асиал и запрещено. А вы apare удержили ? 13 тысов на нагарке. А вы wuroglcаны сстр rog existent А вы тут estimates Я имею право снимать Кого вы … был конечно крайне удивлен и сразу сразу подумал то что нельзя все-таки у меня были какие-то подозрения по поводу нечистоплотности на скажем так помыслов и рук этой компании оказался где я проработал 24 января по 5 марта получил я зарплату только за январь это с меня вышли за форму друзья когда вы приезжаете в эту компанию вас у порога уже встречают и говорят то что нужно слушай дорогой нужно заплатить за форму ты же будут будешь у нас работать ты будущий сотрудник значит должен быть подобающим для кого-то для кого-то это наверное пустяк особенно сумма в российских рублях в 4600 рублей в российских деревянных для кого-то данная громадная сумма как для меня было да я был немножко слава богу там не берут за трудоустройство денег над наверное то же самое да меня проводили на склад где у меня в залог взяли снилс выдали нет не было такой суммы с собой сразу вот поэтому не естественно предложили и зарплаты которые еще не заработал не успел получить оплатить эту форму то есть четыре тысячи шестьсот рублей российских слава богу не недолго ладно друзья юмор в сторону и довольно таки не смешно заплату я можно сказать вообще никакую не получил то есть три тысячи рублей не сначала перевели кстати а зарплату вы получаете только после того как вы отработаете месяц и при стечении следующего месяца вот я работал февраль да и только в конце марта с 20 по 30 число как обещает я получу свою свои огромные денежки заработать друзья условия были таковы у этих работодателей что мы тебе подбираем место работы который тебе будет удобно там можешь выбрать станцию метро более для тебя удобно общежития но вы видели видео предыдущие попал я в не очень хорошие общежития потом меня переселили более дорогое но более скажем так цивильные друзья так вот вы оставляете в залог свой сниз знаете да все из вас значит такой снилс соб desenhoof ну я пошел выбрать вас Спасибо. Спасибо. И только тогда вам выдают прямо там на месте форму. Это пиджак, черные брюки, черный пиджак, черная рубашка и галки. Друзья, вас направляют в общежитие, дают вам адрес точный, направление на заселение, где комендант этого данного общежития, в которое именно вас отправят, у них, я так понял, несколько на выбор, даст вам ключики от комнаты, покажет вам, естественно, эту комнату. Можете себе, лично я выбирал, но особо не из чего было выбрать, но я выбрал себе койко-место, это тоже есть в моих видеороликах про общежитие, даже про то, где я жил, даже про два, про два, заметьте, два общежития, одно это меняло на другое, с более лучшими условиями, более комфортными, ну и оно немного подороже стоило, зато у меня в сутки вычитали 100 рублей, а за это 150. Потом я созвонился, мне дали номер начальника охраны, это который меня ставит на объект, и, 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 и он мне уже оповестил, то, что на следующий день выходить в супак смену, на пост, работать, поскольку у меня лицензии охранника не было, мне сказали ничего страшного, у нас большинство таких людей работает без лицензии, труд, конечно, намного меньше, не скажу, что намного, но не половина, чуть побольше ставки, ну, например, если охранник с лицензией получает от 2000 рублей, то вы будете получать 1500 рублей за смену, но это все зависит от часов, иногда там у меня доходило 1700 почти, мне потом сказали 1680 даже, вот, это если я 13 часов работал, вот, если я 11 часов работал, то у меня 1500 рублей за смену, отрывал я магазин Этуаль, 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 не знаю, правильно, тоже меня поправьте в комментариях, кстати, друзья, я буду очень благодарен, если вы, вот опять я в левую руку возьму, немножко камера будет балансировать, поэтому, я думаю, вы мне это простите, ставьте палец вверх, лайк, также делайте репост, при том, люди, я вас очень прошу, сделайте усиленный репост этого, данного видеоролика, поскольку, я думаю, не один такой пострадавший, я хочу, чтобы побольше народа увидели это видео, увидели, на что способны, ну, сложно, наверное, людьми обозвать, ты паскудник, которые кидают нормальный, обычный народ на бобо, то есть, как бы, это тоже, я думаю, многим будет интересно, как это происходит. Ну, вот мы с вами отправляемся в счет, где я буду работать в свою вахту, вернее, в офис центральный, где меня принимают на работу, чтобы выяснить, получу ли я свои деньги, честно заработанные или нет. Остальные подробности будут в видео, в этом видео. Не забываем поставить лайк и подписываться, а также ставить комментарии, делайте репост, самое главное, расскажите своим друзьям о том, что вы увидели в этом видео, чтобы они не попали сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Поец 아이ń Субтитры создавал DimaTorzok мне с ним забрать а с ним можно забрать а а а а а а КОНЕЦ Продолжение следует... 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 у меня тоже особого желания нет у нас с вами вот вы говорите да какие-то не сказали что вахта в среднем где-то месяц а что вы мне говорили хорошо я у вас ничего не а где вы сами говорите не документов нет какие обязательства но вы много вот знаете что вы мне говорили например на вот вы от своих слов отказываетесь как я выполняю обязательства перед всеми сотрудниками которые у меня работают не один месяц я а вы приехали хотели схитрить а как а как схитрить за что у меня штраф за то что вы постоянно сидите в телефоне есть видеофакты есть администраторы объяснительные писали что вы постоянно сидели в телефоне вы практически не работали на гудзоне попросили вас убрать оттуда я вас поставил на москворечья москворечья тоже попросили убрать так как вы непутевый сотрудник ну как-то тянули до последнего а хотели чтобы вы как-то ну все-таки нормально но в итоге получается нет вы как сотрудник ну не дайте слово вставить а почему же у вас таких 5 непутевых сотрудников уехали раньше мне на две недели то есть у вас смотрю кадры меня как уехали так и приехали работаю дальше даже даже так с некоторыми общаюсь и я их не например они у вас не работают некоторые не работают некоторые работают но общайтесь без разницы нет но вы мне сейчас тоже вот вовсе на уши вешаете они работают они приехали я не хочу вообще с ними разговаривать до свидания какая вопса вы мне не против меняете я пойду куда обращусь какие-то вы можете обращаться хоть куда да это ваше право полностью обращайтесь хоть куда у меня есть видеосъемки у меня есть то что вы не работник у меня есть штрафы выписанные администраторами на вас то что вы в телефоне постоянно сидите что у меня есть аудио разговоры с вами записаны кстати сейчас тоже записывается разговор есть видео и да я не перед кем не я же говорю как есть поэтому мне скрывать нечего поэтому так как вы себя вели так как вы работали так как вы бросили работать и вы сейчас требуете то чего вообще по мини нет то извините но идите хоть куда нет ну смысле это что можно то есть бесплатно вот отработать да как бы и люди у нас работают пожалуйста по месяцу по два регулярно получать зарплату они как бы выполняют обязательства перед компанией которая договоренность у нас есть да вы как бы не нет но я вот сейчас другой фирме изменяюсь работаю да и я с первого дня заключил договор почему-то это подозрительно вы со мной ничего не подписали вот и просто напросто почему такой вопрос вы от налоговой скрываетесь или что нет мы да мы скрываемся от налоговой мы не хотим подписывать договор с человеком которого мы еще не знаем а то есть полтора месяца вам было мало меня узнать это не полтора месяца у нас испытательный срок без договора даже так а вы даже не прошли этот испытательный срок потому что вы оказались шарлатаном и я так понимаю что аферист нет ну это знаете как бы это не я оказался это вот ваша компания это ваше право с вашей точки зрения вы смотрите так а с нашей с точки зрения мы смотрим так вы просто аферист вы хотели поработать спустя рукава потом получить деньги непонятно за что то есть стоять на ногах по 13-14 часов это не за что да получить деньги а вы рядом со мной стояли вы видели что я как-то я пьяный был я прогуливал нет но охране устраивают обычно рассчитывают человека и дают ему деньги до свидания в смысле а как так вот чё бесплатно отработал то есть и все нет подождите если бы вы доработали если бы условно договоренность наше в которой мы с вами договорились выполнили вы получили деньги в полном объеме вы бросили работу нет я вам звонил и говорил евгений не бросайте работать потому что деньги вам не выплатят потому что нужно хотя бы условно доработать чтобы мы нашли замену вам а потом идите с богом вы мне что сказали вы сказали я нашел работу до свидания нет у меня чуть разговор записанную меня там знаете мне было таких слов то что дальше у меня все записано понимаете в этом сами говорили блогер Vice вот облоге рам записывают все плотно плотно это условно плотно сами себе все до них сделали поэтому как бы это ваша права знаете вот это вот этот обман сутки у людей вот так вот обманываете, да, и... Люди у нас работают, люди у нас заработают, абсолютно никакого... Вот у вас дети есть? Дети? Дети у вас есть? Да какая разница? Нет, ну как какая разница? Это не ваше дело, есть у меня дети или нет. Почему я должен перед вами? Кто вы такой, чтобы я перед вами А вы, подождите, а вы вот кто такой, чтобы я у вас в рабстве был? Вы кто? Вы не у меня в рабстве вообще. А кто у вас начальник, я спросил в офисе, кто начальник? Тишина. Ну, вам сказали кто? Нет, нет, не сказали. Ну, плохо, значит плохо просили, значит плохо спрашивали. Может быть недослышали люди? Мне сказали, вот с вами, я говорю, выше есть, то вы просто начальник охраны, правильно? Значит кто-то выше есть. Нет, мне сейчас не к чему с вами об этом говорить. Если какие-то вопросы, обращайтесь в службу. У меня вопросов нет, просто знаете как... Для этого есть службы, для этого есть какие-то инспекции. Обращайтесь, в чем проблема? Не надо мне нервы оголять и отвлекать меня от работы. Обращайтесь, у вас есть полное право на это. Обязательно, обязательно. Сергей Васильевич, я вам тоже желаю крепкого здоровья, прежде всего крепкого такого вот бычьего, нет, наверное, лошадиного здоровья, не хворать, надеюсь, и люди тоже, которые работали у вас, вернее, на вас, тоже вам желают, вам, вашей семье, вашим детям, вашей любимой маме такого же здоровья крепкого, вот, как вы мне пожелали. Что еще сказать интересного? А я пока, наверное, поживу и поснимаю людей, хороший контент. Думаю, кому-то все-таки это видео будет интересно, кто-то оценит мои труды, в отличие от вас. Вы же сами сказали, что вам не нужно вот это вот мясо, овощ, который стоит в торговом зале и даже не охраняет, как ваш преданный пес, объект. Вы не забывайте, что даже преданному псу надо наложить тарелку каши или миску супа налить. Собака же голодная не будет охранять хозяина, она его покусает. Поэтому вы будьте, ну, не то что осторожнее, но, как вы мне сказали, будьте предусмотрительней. Потому что много же, наверное, голодных людей, голодного народа, который уехал ни с чем. Это я, москвич, можно сказать, родился в Москве и проживаю здесь. В Воронеже я тоже проживаю, вы об этом знаете. Да и вы, мои дорогие подписчики, тоже. То, что я живу и там, и здесь, и везде. Есть же люди, которые издалека приехали. Кто-то очень дорогие билеты покупает, чтобы приехать заработать в Москве. Вот, уезжает, наверное, ни с чем еще и в долги залазит. Поэтому, я думаю, им есть что вам пожелать. Этим людям не важно, по какой статье его уволили. Ну, конечно, кроме самых тяжелых, которые есть. Я считаю, пьянка – это не такая статья. Не убийство, не кража. Чтобы человеку, предположим, не дать хотя бы половину денег. Как вы мне сказали, если ты уйдешь раньше положенного, хотя у нас с вами не были обговорены на дату моего ухода, скажем так, там, ни две недели, ни месяц, ни полгода, да. Я вам, грубо говоря, сказал, что я до лета поработаю, и все. Если меня все устроит, я останусь потом, может, на год, может, на два. Вернее, не останусь, я, опять же, повторюсь, не ваш питанный пес, а просто буду работать в вашей шарашкиной конторе. Ну, видимо, не судьба Бог отвел, как говорится, что Бог делает все к лучшему. Я надеюсь на это, что это к лучшему. Хоть я и без денег, но с чувством собственного достоинства. Отработал я, повторюсь, с 27 января по 5 марта. По идее, я еще месяц не доработал. Поэтому, как вы мне объяснили, денег я не получу. Хотя бы за две недели я должен предупредить. Но не забывайте, что за две недели, это когда ты по трудовому договору работаешь, по трудовой книге, ты обязан за две недели предупредить работодателя, или что ты собираешься увольняться и отработать эти две недели. Но когда ты работаешь за, честное слово, и тарелку щей, и на билет в метро, ну, плюс еще кое-какое место в общежитии. Ну, какие тут две недели, Сергей Васильевич, захотел человек уехать, отпустить его с мира. А чем вот это все? Вот я тебе не дам зарплату, там, а потом кормить, там, какими-то обещаниями, да? Вы же сами сказали, в вашей конторе денег куры не клюют. Вот, наверное, теперь ваша копилка пополнилась и моей заработной платой. Но я думаю, люди, дорогие мои друзья и подписчики, посмотрев это видео, сделают какие-то выводы и просто к вам не поедут на заработку. Друзья, я не то, что прошу, это, наверное, просьба, да, но не такая там... Я не на грани, да, но хотелось бы мне, конечно, поснимать для вас более качественно, более, что ли, профессионально видеоролики, поскольку я, как мне один человек сказал, как ветер, то там, то здесь, и много где бываю, в интересных местах, попадаю во всякие интересные, даже, скажем так, сложные ситуации, как данная ситуация, которая со мной произошла, на которую тему я сейчас с вами беседую. Поэтому мне не хватает инвентаря, оборудования кое-какого, но оно стоит денег. Поэтому у меня к вам, наверное, не то, что просьба, а, может, и большая просьба, наверное, это большее обращение. Помочь кто чем может, задонатить, для тех, кто не знает это слово, пожертвовать какую-то сумму, которую вам не жалко. Это может быть и рубль, и два, и десять, и сто. Все зависит от ваших возможностей, и, конечно же, от вашего желания. На развитие моего, вернее, нашего с вами канала, поскольку я снимаю это для вас, рискую своей задницей, скажем так, меня даже предупредили, что долго не живут. Но, вы знаете, я считаю, что намного не то, что круче, а приятнее, наверное, остаться в памяти у людей хорошим человеком, а не куском говна, да, пусть даже после смерти, поэтому я все это снимаю не зря. Здоровье у меня еще будет, я его поправлю. Оно немного хромает, не буду отрицать. Но это уже не для этого видеоролика информация. Друзья, не надо только писать в комментариях, что вот я там, он не хочет работать, он просит милостыню, лентяй там, вот. Я вас не заставляю делать какие-то пожертвования в мой адрес, там, моего канала, да, какую денежку мне слать. Вы же сами смотрите мои видеоролики, раз пишите комментарии, пусть даже больше плохие, чем хорошие. Те люди, которые посчитают нужным, да, они задонатят, еще раз повторюсь, и сделают пожертвования мне, там, я не знаю, на бутылку хлеба, хлеба, там. Друзья, не надо писать в комментариях, то, что вот этот чувак, это чертила, да, даже такие выражения. Своими видеороликами, да, под нашими с вами, я для вас, в первую очередь, снимаю все это и выкладываю. Типа просит милостыню, не хочет работать, попрошайка, там, бомж, там, типа, людей на жалость давит, просит денег, люди, повторюсь, я ни у кого ничего не прошу, у меня все есть, все, что мне нужно, а нужно мне немного. Друзья, у меня все есть, и нужно мне немного, и я ничего у вас не прошу. То, что я выкладываю в свои видео, я выкладываю больше даже, наверное, для себя. Наверное, хочется вписать себя в историю, да, вот меня, как один человек такой вот хороший сказал, не станет в любой момент, да. О моем видеоролике, моем творчестве будет жить. Я когда-то рэпчик писал, да, и снимал там пару видеоглипок у меня влюбительских, один, кстати, профессиональный. Вот мне ребята снимали, его знакомые. В данный момент, да, я уже от этого отошел, от музыки, и вот я увлекся, хочется мне, да, вот, внимания с вашей стороны. Хочется показать, как я живу, чем я живу. Наверное, таких, как я, миллионы, да. Ну, я вот решил с вами поделиться, да, именно вот своей жизнью, как я живу, где я работаю, там, кем я работаю, хобби свои, не знаю. Ну, в общем, о своей жизни, влоге, да, как это модно сейчас говорить. Поэтому, если вам не нравится мое творчество, мои влоги, там, мое блогерство, да, вы можете просто переключиться на другого блогера, вот, или поднять пульт от телевизора и вот так вот одним щелчком, да, включить там какую-то любимую передачу или телесериал. Опять же, я не давлю на жалость, поскольку вы не знаете, что у меня в душе, что у меня в голове творится, да. И многие из вас, наверное, думают, да, то, что я там решил бабла нагреть, да, сейчас блогерством заниматься довольно-таки престижно, выгодно. Да, не отрицаю, конечно, хотелось бы, чтобы труд как-то, это тоже какой-то труд, да, там, монтаж, сидеть, ролики монтировать, потом все это выкладываешь, не спишь, бываешь ночами, да, идешь, пока все это на сайты загрузится, вот, потом ты поползешь на работу, полусонный, полудохный. Опять же, повторюсь, я это делаю все, в большей степени для себя, любимого, да, для своих родных, которым нравится смотреть, которые следят, которым намного спокойнее, видеть, что со мной происходит, когда я далеко от дома, да, а потом уже, наверное, для вас. Поэтому не надо, не надо писать мне такие комментарии, хотя, если хотите, можете, в принципе, и гадить комментариями такими, вот. Вот, мне этого не холодно, не жарко, я вас не заставляю делать какие-то пожертвования в мой адрес, там, моего канала, да, какую-то денюжку мне слать. Сами смотрите мои видеоролики, раз пишите комментарии, пусть даже больше плохие, чем хорошие. Люди, которые посчитают нужным, да, они задонатят, сейчас повторюсь, сделают пожертвования. На бутылку хлеба, хлеба, там, на буханку, на бутылку пива, извиняюсь, на буханку хлеба, да, или там на микрофон на новый, там, на что-то еще, на новую видеокамеру, да, пока я на телефон снимаю. Ну, конечно, хотелось бы, например, GoPro, камеру такую, да, кто не знает, посмотрите в интернете. Потому что иногда такие ситуации бывают, когда ты просто не можешь ни телефон в открытую снимать, поэтому приходится куда-то его ныкать, и из-за этого получается не очень красиво. А тут тут ее прилепил незаметненько, вот, и все эти жирные рожи, которые грабят свой же родной народ, да, вот, как их россиянами обозвать, не знаю, нет. У меня хотя много друзей, хороших знакомых, и не только россияне, вот, и украинцы есть, и другие нации есть, которые очень дружно общаются, любят друг друга, да, здесь вот свой народ друг друга, скажем так, гнобит и постепенно так измором, да, убивает. Конечно, это очень неприятно, поэтому, наверное, это больше у меня, как мне написали в комментариях, крик души, что-то я подсел на это блогерство, поэтому, думаю, его оценят. Мне нравится, друзья, просто смотрите, выключите или там промотайте на другой ролик. Кому нравится, от души, спасибо, надеюсь, вы поддержите мой канал, хоть какой-то денежкой, копейкой, скажем так, вот, кто-то, может, не копейкой, мне будет очень приятно, тогда для вас еще больше поснимаю, у меня будет больше возможностей. У меня есть много мест, где я не был, куда бы я хотел съездить, помимо вахты, и поснимать для вас материала интересного, поэтому, думаю, кто-то из вас все-таки, у меня вот за полгода, кстати, 100 рублей пришло, 100 рублей пришло, вот, но все равно это уже 100 рублей за раз и за полгода. Я считаю, это большой прорыв, вот, поэтому, как бы я даже снимаю, наверное, больше не из-за того, что у меня там какая-то деньга упала, да, больше даже вот ради справедливости, да, вот, если бы я знал бы, я бы, наверное, сейчас бы получил зарплату и не оказался в этой конторе, да, но, как говорится, все учатся на своих ошибках, теперь, естественно, буду требовать от работодателя договора о трудоустройстве, да, пусть там не по трудовой книге, а договор найма трудовой, да, тоже такое бывает, если вы не знали, вот, но хоть какую-то бумажку, да, эти бумажки ты букашка-таракашка, вот, думаю, 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 наверное, в этой жизни надо меньше думать, давайте посмотрим отрывок, который я для вас приготовил, который я сам случайно нашел на ютубе, думаю, это один бедолага, который был на моем месте, снимал, просмотров очень мало, канал не раскрученный, поэтому я все-таки решил этот фрагмент видео вставить свой, в этот, в наш с вами видеоролик данный, вот, и вам показать. Сергей Анатольевич, зарплату я уже три месяца жду, не могу никак получить. Михаил Маркус, вот из Уссурения, литуаль, говорят, джинсы работал. 1400 подачку выпросил после 100 звонков, поэтому я жду зарплату. вы среди увольных почему меня внесли в черный список сразу, месяц обещали. Вы у Капкова были? Что? У Капкова были. Где? У Капкова были. А кто это? Расчет с увольными были? У вас работу. Ритуаль. Я знаю, что у меня работал. Вы среди увольных, значит, увольный получает все это зарплату, а не вот здесь получают. Нет, подачку 1400. Капков и Хаил Павлович, через него. Нет, нет, я жду уже, и отзывов я почитал, оказывается, с прошлого года столько кидает вахтовиков в основном. Вы как работали? Нормально? Ритуаль. Вы как работали? Нормально все работал. Вы нормально работали? Все, все абсолютно нормально. Вы в 11 часов вступаете, в 12 часов садитесь, вас заведующий выгоняет с этого... Нет, нет, в 13 часов подряд работал. В 13 часов подряд? Да. В 11 вступаете, в 12 вас в директора магазина выгоняет поспособки, чтобы там сидеть. Нет, это сочиняете на ходу. Я сочиняю? Я все записывал, все разговоры записал. А, я сочиняю? 13 часов на ногах я стоял И запрещали. А вы не сочиняете? Там запрещали. Выключите. А я имею право снимать. Кого вы имеете право? Я вам еще раз скажу. Выключите. Только трогать не нужно. А зарплату как для? В мае я работал и июнь. Вам зарплату будут переводить? Нет. Нет? Когда я сапожки снял? А как снялся? Я вам телефон снял. Нет. Не было. Завтра будет. У него рабочий день. Завтра позвоним. Кавков Михайлов. Кавков Михайлов. Сергей Васильевич, я специально зашли в храм, церковь. Помолиться за вас. За вашу семью. Как вы мне говорили, то что не мешало бы мне найти храм и помолиться. Я, как видите, зашел. Играют красивейшие колокола. Я помолился не только за себя. Помолился и за вас. И за вашу семью. И за ваших родных и близких. Надеюсь, у вас все будет хорошо. И я вам желаю того же, чего вы мне пожелали в аудио. В звонке по телефону мы с вами общались. И вы мне пожелали. И все это будет, вся эта запись будет в видеоролике. Я специально выделил второй день съемки. Специально для вас, Сергей Васильевич, своего драгоценного времени. Которого мне больше никто не вернет. Так же, наверное, как и вы и ваша контора, которые не вернут мне мои деньги, а честно заработанные. Пусть я и как овощ, как кусок мяса стоял в торговом зале, но все-таки я работал и заработал какую-то копейку. Не думаю, не какую-то, а свои деньги я заработал. Поэтому я хочу передать пламенный, горячий привет от всех тех, кто у вас работал, кто уехал без оплаты, так же, как и я. Так же я по вашей просьбе зашел в храм. Как вы видите, сзади меня играют красивейшие колокола. Стоит красивейшая церковь в Москве, в городе Одинцово. Вот даже как-то легче на душе, когда слушаешь вот эти вот звуки, звуки колоколов. Сергей Васильевич, кстати, вы, наверное, думали, что я такой дебил. Я все записывал. Все звонки на диктофон. Ну, не все. Последние звонки, разговоры с вами я записал. Так же есть фотографии, я прикоплю к видео. Чтобы вы не думали, что я там не работал, решил хайпануть. Хайпануть я тоже решил на самом деле. На Сергея Васильевича хайпануть. На самом деле мне не очень смешно, поскольку деньги то они никогда не бывают лишние. Ну, думаю, этим видео заинтересуются нужные люди, инстанции. Благодаря, дорогие друзья, подписчики, просто минпроходящие люди, зрители, вашим усиленным репостом и разберутся в данной ситуации. Найдут. Меня, в принципе, легко найти. У меня ссылочки на мои страницы, на мои контакты, на мою электронную почту. Так же, думаю, найдут пострадавших людей, кто без зарплаты остался. Кто-то издалека, кто-то из Москвы. Хотя я слышал даже от работников, кто кидает только махтельников. Теренные жители Москвы не кидают на деньги. Сергей Васильевич, что касаемо зарплаты, да, в аудио разговоре это все будет слышно, да, записано с телефона. По закону, да, Российской Федерации запись аудио-разговоров запрещена. Это все не так, да, если на какие-то мы с вами общались личные темы, которые затрагивают семью, родные, близких, опять повторюсь, любимых. Если вообще вы способны кого-то любить, то да, все, что касается там личной жизни, интимной, скажем так, да. То, что касаемо работы, рабочих отношений, все где-то даже приветствуется. Поэтому, если дело дойдет до суда, то, думаю, это будет как доказательство, разговор с вами, ваше со мной общение. Я, конечно, извиняюсь, что я немножко косил под дурачка, когда с вами общался. Типа, как вот такой незнающий человек, который проглотил свой язык, засунул себе попу и знал, что ответить. На самом деле, я знал, что вам ответить. Но вы раньше, когда я отвечал вам, да, вы как-то вот вешали сразу трубку. А я хотел подольше потянуть с вами разговор, больше вас выслушать, меньше вам сказать. Вот. У меня это, слава Богу, получилось. С Божьей помощью, опять же, повторю, с Божьей помощью. Вот сзади меня храм стоит, церковь. Вот. Видите, так что колокола заиграли, когда я пришел, устал это записывать. Видимо, Бог на моей стороне, на стороне людей всех, обиженных вами и такими же людьми, как вы. Даже колокола в мою честь, думаю, ну не хочется так думать, все-таки это какой-то знак свыше, что вот колокола сам играть. Только раз я здесь до этого был, колокола не играли. Вот. Поэтому, как бы, я ничего противозаконного не совершил. Можете посмотреть. Есть даже такая статья, что разрешено, что запрещено. Название статьи я не помню, кстати, буду учить. В дальнейшем, думаю, мне как блогеру это пригодится, знание получше законам. Ну, а то, что касаемо работы, рабочих отношений, скажем так, которые у нас с вами были, это не запрещено законом. И это можно выкладывать в сеть, как и также в суде. Доказательства своей, скажем так, правоты. Мы часто говорили, ну ты же получал зарплату, ты же получал авансы. Сергей Васильевич, за зарплату я не получал. Авансы, да, авансы вы мне бы давали. И то, последние пару раз, даже тройку раз, после моих ста звонков, знаете, как будто я бы спрашивал, и то я бы оставил перед фактом, то что мне не на что ехать на работу, нет на метро, на проезд. Только в тот момент вы мне буквально через полчаса, часа присылали деньги. И то это, под конец моей смены было, всегда после десяти вечера с десяти до часа утра. С десяти вечера до часа утра. Я впервые, вот, увидел такое, что в такое время, не рабочие, можно сказать, у нас работают оказываются офисы и начисляется зарплата. С десяти, с двадцати двух ноль ноль до часа утра. Как-то это странно, вот, вы говорили, какой-то дежурный у вас там выдаёт зарплату. Потом у меня, говорит, выходит компьютер на числе. Сергей Васильевич, зарплаты я так и не увидел вашей. Поэтому не надо оказывать тем, что вы мне что-то выплачивали. Вы мне выплачивали авансы, чтобы я делал для вас деньги, вам прибыль, ездил на работу. Потому что, ясное дело, без денег ты никак до работы не доберёшься. Можно, конечно, зайцем, но можно и опоздать. А я открывал магазины для вас, да. Всё, вот, у меня есть документация. Не вся, конечно, но основная у меня, я фото сделал. Поэтому не надо козырять тем, что я, дескать, получал. Зарплату я так и не увидел за все свои полтора месяца. Авансы, да, авансы я получал. Нестабильно, но получал. Конечно, над головой тоже была, да, в виде общежития, да, двухъярусная кровать. Сначала верхнее только место, потом нижнее не уступили. Больше от вас ничего хорошего я не видел, а даже питался за свои деньги. Иногда даже голодал по пороге. Поэтому не надо козырять тем, что, дескать, что мне вас деньгами осыпать. Да мне надо нас деньгами осыпать, обычных простых работяг. Просто выдавайте нам вовремя зарплату, чтобы мы приезжали домой, в семью, к детям, к жене с деньгами, а не с пустым карманом, в котором дырка, наверное, вот. И поменьше обедайте в шоколаднице. Это сладкое сейчас довольно-таки вредное, не то, что там из СССР, да, настоящие сладости были. И много красителей, добавок всяких. Можно и сахарный диабет заработать, а можно и на нервах тоже. Я не знаю, какие у вас нервы. Наверное, спокойные, раз вы обедаете в шоколаднице, а ваши работники сводят концы, еле сводят концы с концами. Я уже устал произносить, Сергей Васильевич. Наверное, скоро я забуду это имя и отчество. И эту фамилию Олейник. Я хочу вам сказать то, что вы мне сказали, что сейчас вся охрана, это бывшие, все ЧОПы, вернее, это бывшие ПСБшники, которые сейчас крышуют там пол России, всю Москву, принимают на работу свои ЧОПы. То, что телефон у меня прослушивается и у других сотрудников, а, может быть, вы собираетесь это делать, я не знаю. Я уже не помню точно, надо заново слушать с вами разговор на это видео. То, что даже местонахождение можно легко по GPS, по селькарте пробить. Да пожалуйста, то, что типа блогеры долго не живут. Вы знаете, после выхода этого видео, если со мной, дорогие друзья и подписчики, чего-то происходит, прошу еще больше сделать, еще более усиленный репост, дать жизнь этому видеоролику. Благодаря вашим лайкам, репостам он выйдет в топы. И, я думаю, виновные понесут наказание. Опять же, надеюсь, что я буду жить долго и счастливо. Пусть не долго, но счастливо. В данный момент меня не все, конечно, устраивает в моей жизни, но жить можно, скажем так, жить можно. Я хочу повторить, если со мной что-то происходит, данное видео, я думаю, попадет все-таки в нужные руки и люди разберутся. Надеюсь, со мной ничего не произойдет. Всем спасибо. Друзья, это Москва. Вот так вот и живем, благодаря таким, как Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вы можете посмотреть на свои труды, как люди живут благодаря вам и таким, как вы, поразителем нашего общества. Вот так вот живут люди. Довольно неплохо. Это Россия мотивирует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok